Здравствуйте! Вы смотрите программу «Сводка происшествий» в студии Светланы Кузнецова. По данным МЧС, на прошедшей неделе было 5 выездов на пожар, из них 3 на тушение машин. Остальные происшествия в частном секторе. Также было 4 ложных вызова. В 19.03.2012 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании квартиры по адресу город Мытищий, улица Мира, дом 3, квартира 56. По прибытию первых пожарных подразделений происходило открытое задымление из одной из комнат квартиры. В результате пожара санузел и коридоры обгорели по всей площади. Предполагаемой причиной пожара в данном случае послужило неосторожное обращение с огнем в результате ведения сварочных работ. Также 22.03.2012 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по адресу деревни Болотянова, улица Тимирязева. По прибытию первых пожарных подразделений происходило открытое горение дома по всей площади. В результате пожара дом выгорел полностью. Предполагаемой причиной пожара в данном случае послужило короткое замыкание в электропроводке только ведущих жил. Пострадавших нет. Точная причина пожара будет установлена в ходе проведения дознания по данному факту. В период с 19 по 23 марта зафиксирована 231 авария с материальным ущербом и одно ДТП, в результате которого один человек получил различные ранения. 22 марта в 22.30 водитель женщина 1973 года рождения, управляя автомашиной Ниссан Ноте, следовала по улице Карла Ликкета со стороны Ярославского шоссе в сторону улицы Октябрьской и в районе дома 2-18, совершила на молодую девушку 1988 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате этого ДТП пострадавшего сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Также хотелось довести до жителей района о том, что в настоящее время проходят школьные каникулы, дети больше времени проводят на улице, вблизи дорог, не всегда они находятся со взрослыми, часто предоставлены сами себе, поэтому, пожалуйста, обращаю внимание всегда участников дорожного движения, чтобы быть внимательными и осторожными. Как к водителям, так, конечно, и к родителям, чтобы они разъясняли детям уроки дорожной грамоты, сами были примером в соблюдении правил дорожного движения, особенно беспокоились о своих детях, когда они перевозят детей, то есть использовали детские удерживающие устройства, а по сташе подростки должны быть пристегнуты ремнем безопасности. Переходим к другим происшествиям. По данным Межмуниципального управления МВД России Мытищинская, за прошедшую неделю было зафиксировано 423 обращений граждан, из них заявлений о преступлениях 105. По горячим следам раскрыто 63 случая. Сотрудники полиции уделяют особое внимание незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России Мытищинская проводятся мероприятия, направленные на выявление пресечения и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, задержанием лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков, а также установление каналов их поставки. Так, 20 марта 2012 года, примерно в 17 часов, в ходе оперативно-рестных мероприятий, по адресу город Мытищи, школьный переулок, был задержан 26-летний житель города Москвы, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен изъят сверток с порошкообразным веществом светлого света, предположительно героин, весом 5 грамм. Данное вещество отправлено на химическое исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Уважаемые жители Матичинского муниципального района, если у вас во дворе, в подъезде вашего дома или в подвальных помещениях вы регулярно наблюдаете компании людей, после которых остаются шприцы, одноразовые пакеты, и у вас есть подозрение, что они употребляют наркотические вещества, незамедлительно позвоните в дежурную часть Межмуниципального управления ВД России Матичинска по телефону 581-7401 или по телефону 02. И помните, своевременное обращение в полицию – это залог безопасности вас и ваших близких. Поисково-спасательные отряды выезжали по вызовам 19 раз. Один на дорожно-транспортное происшествие, столько же на пожар. Четыре раза в помощь полиции и скорой. Остальные выезды были по заявкам граждан и на обеспечение безопасности на массовых мероприятиях. В течение прошедшей недели серьезных происшествий не случилось, как на суше, так и на воде. Рыбаки по-прежнему ловят рыбу, хотя на самом канале имени Москвы сейчас толщина льда 10-15 см. Есть промоины. Ну а на водохранилищах пока лед толстый от 50 до 60 см. Наша программа подошла к концу. Это была сводка происшествий. Берегите себя, а мы с вами встретимся ровно через неделю. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok